Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новенькую серию по BIMNG Drive. Друзья, сегодня будет, вот мне кажется, вот по крайней мере по моему личному ощущению, будет очень интересная серия, потому что мы сегодня будем делать а-ля РПшку, ну типа, да, РПшки в Бимке, но это всегда весело, я считаю. Соответственно, друзья, мы находимся на дождливой трассе, а, ну конечно, я тут забыл сказать, друзья, по традиции, конечно, перед просмотром, хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита, перед просмотром приятного просмотра, ну нормально, короче. В общем, друзья, ситуация следующая, я как-то помню недавно в серии по BIMNG как раз-таки сказал о том, что я подобное бы организовал и видел в ваших комментариях, что вы оценили идею, в общем, не буду тянуть, рассказываю как есть. Представим ситуацию, я решил взять только вышедшую какую-нибудь а-ля BMW M4 на тест-драйв, да, и, в общем-то, прокатиться на ней, протестировать, так сказать, тачку перед покупкой. Ну, будем считать, что это M4, потому что все-таки она реально похожа на M-ку, ну, как бы так, плюс-минус. Вот, и, соответственно, у нас съездит трафик, у нас дождливая погода, весьма мокренькая, весьма сыра, и я еду с менеджером, просто мы выехали из автосалона, и я, в общем-то, решил проверить эту малышку в деле. На самом деле, более даже рпшная ситуация будет, если я скажу, что мы, ну, знаете, проводят всякие M-дни, типа, да, там, BMW, например, или Audi проводятся RS-дни, когда приглашаются люди на тест-драйв каких-то автомобилей, и он заключается в том, что это происходит там, ну, либо в России, даже не в России, на треке, не на треке, на какой-то местности, и ты, как бы, ну, в сопровождении едешь там по всяким таким местам, поэтому можем считать, что меня пригласили на что-то подобное, и я решил отжечь по полной программе. Значит, ну, собственно, все, я сел за руль, блядь, ну, прям нормально оценил. Пока что со стабилизацией, давайте, значит, мокренько весьма, менеджер говорит, типа, газику, ну, как бы, контролируй, потому что опасно все-таки все дела. Ну, и, соответственно, друзья, ну, я-то пацан такой, как бы, с опытом, поэтому я решил надавить. Система ESC срабатывает, весьма, так, знаете, или душит тачку, я понимаю, что весьма опасно. Поток, так, сплошная, но, в принципе, с разрешением менеджера, он сказал, если бы, короче, тачки не будет, можешь обгонять. Ну, такой, да, себе, манагер, блядь, позволяет нарушать правила дорожного движения, и я иду на обгу... Блядь, это было опасно, на самом деле, мы представим, что я его не задел, на самом деле, чуть-чуть чиркнул тачку. Блин, и тут я, короче, говорю, слушай, манагер, можно я, как бы, отключу стабилизацию, ну, как бы, сам понимаешь, как можно ездить на М-ке со стабилизацией, и, короче, я тут, ну, такой, тыкаю кнопочки, а вот теперь... Так, 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 тихо, 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 уже жопку повело. О, ух, ебать, авария впереди, избежал, ну, мне каждый день встретишь аварию, прям, на глазах. Так, 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 воу-воу-воу-воу-воу, иду на обгон. Так, там, я смотрю, манагер приссал немножко, блядь, блядь! Лучше, вот, серьезно, лучше бы, блядь, я подвеску уебал, я и так пизданулся об бордюр, как бы, с задним правым колесом. А что сейчас будет? Нормальная ситуация, в принципе, нахуй тормоза нужны, как бы. Просто разъебал М4, вот, просто новенькую, свеженькую, там, 200 километров пробега на ней было. Ладно, это, на самом деле, мне все приснилось, вот теперь уже реально. Я попросил менеджера, типа, его зовут, кстати, Сергей, 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 ну, да, пусть будет Сергей. Сергей, разрешите мне выключить стабилизацию, чтобы проверить эту малышку в деле, вот мы выезжаем, как бы, да? Он говорит, да, конечно, конечно, ноль, базар, говно, как бы, да, у нас левостороннее движение, представим, что это где-то, да, хер знает где, это не так, ух, как тут быстро все носятся. Да, опасно, так, 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 Сергей, не бойтесь, все под контролем, Серега, можно на ты? Можно на ты, хорошо, Серега, не боись, у меня есть опыт, да, как бы, М4, подумаешь, блядь, стоковая тачка. Ну-ка, бачком, вау, 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 такое запрещено, за такое у меня могут, конечно, блядь, сейчас БМВшники наказать. Ну, ладно, ладно, ничего страшного, сейчас, друзья, у меня такое ощущение, что я, блядь, не то, что раздвоение личности у меня сейчас, а расстроение, блядь, расстроилась моя личность. Блядь, пиздец, опять ДТП, ну, поты нормально, в принципе, водят. Иду на... Я тормозил, Серега, ты сидишь рядом, ты видел, блядь, я тормозил, это, это АБС ебучая сработала, я сделал все, чтобы... Ничего страшного, да? А, тачка заказкована, да, можем ехать дальше, окей, там, да, все оформлено, окей, ну, ну, Серег, не моя вина, no my problem, как говорится, да, как бы, это не я, реально, вот, вот если бы я ее разложил, ну, я же этого себе не позволю, скользко, понимаю, без стабилизации, охуенно, ну и что? Я же себе не позволяю тут, ну, ладно, давай газку немножечко, газку. И вот тут вот Серега, 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 держи, Серега, я справлюсь. Есть, это самое, школа экстремального вождения имени Булкина была закончена, поэтому все нормально. Ох, как она шлифует, вот это бестия, ох ты, блядь. Ну, манагер позволяет, Серега, Серега, все под кон... Серега, не уебемся, норм... Нормально. Серега в меня верит, понимаете, Серега, я дал понять Сереге изначально, как прилетел на этот тест-драйв, что я, как бы, умею, могу, поэтому он, как бы, не сомневается в моих способностях, тем более... А как хорошо, что эти столбики прозрачные, а? Ну, в реальной жизни же тоже эти столбики, в принципе, прозрачные, поэтому... Так, иду на обгон, тут трафик мешает жестко, но Серега сказал, если ты уверен в себе, то можешь делать все, что угодно. Тачка, в принципе, застрахована, но какую-то... БЛЯТЬ! Серега, это не я! Се... Серег, ты видел, как бы, я... Я избежал ДТП, что... То, что вот этот чувак, как бы, не может себе позволить М4, это уже не мои проблемы, и что на этом ведре нет тормозов, как бы, я... Я делал все возможное, куда вот он вылазит? Сейчас его снесет эта херня нахер. Смотрите, я сейчас... Я предвкушаю ДТП, блядь. Ммм, повезло. Ну, блядь, ну он реально... Ну, колесо торвало... Ну, блядь, ну это же... Ну, восстановить же можно, да, Серег? Нормально все. Так, а теперь, друзья, мне... Значит, смотрите, такая ситуация. Я, короче, сказал, ну типа там это... Я там Булкин снимаю тест-драйвы и сел в тачку вместе с директором BMW. Он сказал, если ты сейчас мне покажешь класс, эта тачка станет твоей. Ну, в смысле, нет, если ты ее протестируешь сейчас так, как надо, мы тебе, короче, подгоним эту BMW. Бля, было бы неплохо, да, если бы было бы так? Ах! Ну, и, короче, я решил показать... Триста шестьдесят! Как бы на опыте просто, ничего, ничего это... Директор, кстати, зовут Иван Васильевич. Иван Васильевич, так что вы пристегнитесь, я уже пристегнут. Мы как бы поедем довольно быстро, я сейчас покажу все, что я умею. Но в рамках разумного, друзья. Давайте представим реальную ситуацию. Так, немножко бачком. Перекладочка. Грубовато, но без аварий, прошу заметить. Сергей Витальевич, фу, блядь, Виталий Сергей, фу, блядь, Иван Васильевич, все нормально. Иван Серафимович? Иван Серафимович, вообще-то, если что. Ну, ладно. Так, ну-ка. Вот так вот, на опыте, Иван Серафимович, смотрите. Все нормально. Просто вот так надо на эмках кататься. Так, 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 я аккуратно иду. Не позволяю ничего лишнего, притормаживаю. Иду на обгон. Аккуратно, закрытое, закрытое, закрытое пространство. Какое закрытое пространство? Что я не знаю, блядь? Ну, в смысле, я имею в виду, что не видно, что за поворотом. Так, хорошо, Иван Серафимович, не бойтесь, не бойтесь. На эмках надо именно так. Иду на обгон. Пофиг, что ничего не видно, никого нет. Я чувствую своей жопой. Иду, смотрите, 130, без стабилизации, Иван Серафимович, приснегнитесь. Аккуратно кофе прольете, вы шо? Так, блядь! Нет, это пиздец, это провал, блядь. Стойку повело. Немножко. Я просто не сдержался. Так, хорошо. Это все, на самом деле, друзья, это был сон. А теперь, реально, я должен просто драйвово, безопасно при этом, прокатить Ивана Серафимовича, чтобы, как бы он сказал, что, блядь, красавчик просто, реально. Так, все. Вижу какое-то ДТП, но я же на М4, да? Все безопасности там соблюдены. ЕСЦ, ПСЦ, блядь, все нормуль, короче. Так. 120. Хорошо, хорошо. Вообще держит дорогу, блядь. Несмотря на то, что резина стертая уже от дрифта. Ну, я просто представил в реальной жизни, как бы, знаете, просто, как бы, нормально. Решил показать, блядь, мастер-класс. Сейчас захожу в закрытый поворот бачком, похуй, навстречку, блядь. И, ну, такая неприятная лобовое, неприятное лобовое столкновение. Но, друзья, М4 умеет регенерироваться. Ну, ладно, это уже что-то на грани фантастики. Хорошо, представьте ситуацию. Реально, взял просто тачку на тест-драйв. Вот, реально. И попросил, как бы, отключить стабилизацию. Так, у нас круговое движение. Решил просто попробовать дать бачком, да? Ну-ка. О, бля! О, опыт не пропить! Нормально! Почти на максимальном углу. Ну, не совсем, конечно, но тем не... Не менее. Ну, юбка высоковата. Не по... Блядь. Ничего не было. Ничего не было. Маленькая царапина. Ничего, покрасят. На дилере покрасят, как будто все... Все так и должно было быть. Так, ну, какая-то пробка впереди. Что надо делать, это М4? Мигать. Не помогает. Так, это что, копская тачка? Идем дальше. Узко, пиздец! Блядь, если бы я сейчас реально покра... Это можно было исполнить красивее, на самом деле, пацаны. Я просто растерялся аж. Что там впереди у нас? Бля, опасная дорога здесь. Главное, бордюр не славит. Все, выруливаю. Левостороннее движение. 50 ограничателей. Еду 100, заебись. В два раза больше. Так. Дрифти здесь не буду себе позволять. Все-таки опасно. Все, манагер, в принципе, ну... Ну, как бы, я ничего себе такого не позволяю. Еду, да, быстрее потока. Немножко с нарушением. Но я же не дрифчу ничего, как бы, не подвергаю никому опасности. Так. Все, подходим к повороту. И я тут говорю, да можно я бачком аккуратненько? Значит, машина впереди. И встречка едет. Ну да, лучше не надо. Так. Нет, по встречке дрифти сейчас не буду. Все, аккуратно приступим. Ловим момент, ловим момент. Газпол. Ух, блядь. Иду на обгон. О, хорошо! Бля, подрыв какой! Ну-ка! Мне кажется, на самом деле, знаете, вот, как бы, если так... Мне кажется, такие ситуации было очень дохуя, на самом деле. То есть, вот, как бы, на М-ке в реальной жизни, мне кажется, как ни хер делать, реально, на тесте его так разложить просто об бордюр. Как бы, ну, реально. Так, ладно, давайте попробуем... О, площадка. О, так, можно починить машину? Я как бы понимаю, что колесо лопнуло, блядь. Так, выехали на площадку. Я тут, как бы, сначала, знаете, ну, как бы, говорю, можно я, как бы, ну, тут же никого нет? О-о-о! А тут прям сухо как-то. А мне кажется, что суховато. Почему-то площадка не намокла. Все, намокла, кроме площадки. Я говорю, бля, слушай, Серега, блядь, блядь. Не задел! Между прочим, не задел, поэтому аккуратно, задним ходом. Блядь, сейчас БМ-4 по бездорожью эксплуатировать такое. Юбку, юбку, аккуратно. Все, нормально, заехал. Серег, с вашего позволения, я сейчас вот тут бублики, да, покручу. Ну-ка, давай-давай-давай-давай. Ох, блядь. Вот так решил просто сжечь резину всю. Ну, как бы, с разрешения Сергея, конечно же, как бы тут. Так, ну-ка, сейчас еще немножко подвернаучу. Ну-ка, газ тормоз, там сейчас карабас перегреется к херам собачьим. Пиздец, бедная машина. Так, ладно, я такой говорю, блядь, ну, короче, тут сухо. Можно в город? Он говорит, да, конечно, только аккуратно. Я выезжаю. Ох, блядь, все, хочу купить. Уже сразу хочу купить, конечно. После такого тест-драйва так. Аккуратно бачком можно, да? Ну, если ты знаешь, как вот дорога идет, конечно. О, блядь, сейчас будет жестко. Бля, угол... Угол она, конечно, не держит почему-то. Ну, ладно, это полбеды. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Серега, не бойся. Не бойся, все нормально. Тест-драйв проходит успешно. Все, взял тачку на тест-драйв. Все, значит, полностью за нее ручаюсь. Кстати, на этой тачке нет каска мне, Серега, потому что сказал. Поэтому, если я что-то сломаю, это все будет за мой счет. Так, тут у нас еще дальше идет дорогу, да? Блядь, тормози, тормози АБС. Аккуратно. Аккуратно. Я просто оторвал фонарь задний, блядь. Эм, нормально, так и было. Я не помню. Вот мы забирали машину, по-моему, так и было. Как я мог вообще оторвать фонарь? Это что, блядь? Как мне нужно было так пиздануться-то? Так, ладно, все, немножко агрессии добавим. Немножко агрессии. Без стабилизации. Я про это забыл. Решил проверить максималку. Бля. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На обгон? Какой обгон, блядь? Тачки едут. Так, ладно, иду на обгон. Блядь, тачка. Прижимаюсь. Хорошо. Успею? Не успею. Аккуратно. Аккуратно. Так, ой, иду на... Нет, не иду. Блядь, поток пиздец. Иду. Не иду. Так, блядь, да что такое-то? Я не могу обогнать никого. Ну что, ну вон закончится, иду. Ой, 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 мама! Ау! Блядь, пиздец, на самом деле, я мог вытащить эту ситуацию, но не вытащил. Ну так же у меня вот... Подруга, да, тоже у меня как бы... Я и так же говорил, что я мог вытащить, но не успел. Такая ситуация. Так, ну ладно. Площадочка. С неё прям стартуем. Всё, здесь не мокро. Выезжаем туда, где мокро. Бачком, конечно же. Ой, хорошо. Ой, давай, давай. Переключайся. Автомат. Ну, робот или кто там? Хорошо. Бачком захожу, перекладка. Блядь. Лучше перегазовать, лучше перегазовать. Ветки ебучие. Немножко поцарапал тачку. 360, 180, нормально. Так, иду дальше. Давай, давай. Ну давай, ты угла-то давай. Аккуратно. Хорошо, хорошо. Не, на опыте, на опыте, я считаю. На такой скорости, смотрите, что-то. Контролирую, контролирую. Так. Здесь лучше притормозить. Главное, опять этот фонарь не отстегнуть. Аккуратно. Знак стоп. Так, ну-ка. Мне кажется, Серега тряханула немножко, да? Как бы чуть-чуть совсем. Серег, вы простите меня, конечно. Я потом все починю. Я понимаю. Это, это... Сейчас у меня пизданутся. Какой же, блядь, трафик? Я не понимаю, а? Ну, я потом починю правую бочину. Все нормально. Ладно, хорошо. Давайте сразу починим вот это. Отсюда поедем дальше. Так, все. Снова Иван Серафимович. Иван Серафимович сидит рядом. Я должен показать, что эта тачка может. Они наняли меня как пилот. М-с... Серий. Серий. Короче, вот сейчас Иван Серафимович ничего не заметил. Он не, как бы, ну, не понимает, что я колесо немножко ударил. Вот. Моя задача сейчас, как бы, в любом случае, мне же нельзя признаться, что я сейчас пизданулся. Мне нужно показать мастер-класс в таком состоянии на автомобиле. Поэтому я иду на обгон. Пиздец. Ну, лучше так, чем подстречку. Блядь! Лучше так, чем... Подстречку. Тихо. Ай, блядь! Опять фонарь сп... Что такое, блядь? Правый фонарь. Ладно, ладно. Иван Серафимович, держитесь. Это, как бы, потом оформим ДТП. Просто, как бы, это самое... Да, за нами мусора, на самом деле. Блядь, блядь, блядь. Ничего не вижу, блядь! Да, блядь! Я не видел ничего, ребят. Багажник открылся. Такой-се ударчик, конечно. Бедный этот. И, ну, правильно, и влез. А! На грани! Блядь, пиздец, и замесу с наебать. Просто все докрошились, блядь, здесь. Ну, такое, блядь. Бедная вот эта вот... Точила. Это жопа какая-то, блядь. Просто взял на тачку, на тест-драйв называется. Так, ладно, ладно, все. Пацаны, на самом деле это более аккуратно. Все. Я суперпилот. Прохожу тест. Как бы, сейчас Иван Серафимович решит просто, возьмет ли он меня пилотом М-серии. Да, то есть, если я сейчас покажу мастер-класс, то он меня возьмет как настоящего пилота. Это нормально, нормально. Я показываю класс, как я справляюсь в экстренных ситуациях. Еду 160. Блядь, там авария впереди. Сейчас будет ДТП. А, еду на обгон. Блядь, блядь. Пиздец. Я, я просто... Блядь, опять фонарь! Блядь, его можно прикрутить, пожалуйста? Правый фонарь заебал уже, реально. Постоянно выпадает. А я доходу, да? Ну, правильно, блядь. Подумаешь, как бы. По касательной же ДТП, в принципе. Ничего страшного. Нормально. Так, все, ребят, теперь серьезно. Иван Серафимович принимает меня на работу. Так. Просто лучший пилот, который будет тестировать М-серии. Но мне нужно пройти квалификацию сейчас. Так. Он говорит, просто покажи класс. Просто покажи класс. Не бойся ничего. Бля, пиздец. Это был... Бля... Блядь, опять правый фонарь! Да что за хуя, я не понимаю. Сколько... Сколько можно, блядь? Морда просто осталась отдельно, понимаете? Сколько можно правый фонарь, реально, вот, понимаете? Он не хочет присутствовать, как бы. Он не хочет прис... Присутствовать. Ребят, ладно, все. Иван Серафимович нанял меня. Я устраиваюсь на работу. Все. Значит так. Пилот М-серии. Так, показываю класс. Что-то, пиздец, мне этот поворот не заходит, реально. Так, ладно, все. На самом деле, вот сейчас вот. Все. Мне сейчас нужно показать класс. За короткий промежуток. Так. Я, как бы, смотрите, ну, не подвергаю опасности, да, как бы, тачку. Поэтому, как бы, в таких местах не позволяю. Да, блядь, если машину занести... Так, все, нормально, пока. Иван Серафимович, конечно, задумался, почему такая сейчас ситуация произошла. Но я сказал, что все, заебись. Так. Иду на обгон. Вот она! Чем М4 хуже, чем Х5М, блядь? Тоже можно попрыгать. Я избежал ДТП, поэтому Иван Серафимович сказал, красавчик, просто красавчик. Еще немножко что-нибудь покажешь, и мы точно тебя устроим, бра... Блядь, такой неприятный удар, да, для пассажира. Я, конечно, ничего не хочу говорить, но, по-моему, весьма неприятный удар сейчас был. Как бы, в пассажирскую сторону. А, блядь, так, еще раз. Все, дела идут в гору. Сейчас мне нужно... Это финальное задание. Я показал все, что нужно на площадке, да. То есть протестировал М2, М4, М5, М10, блядь, М13, 345, GT, блядь, АМГ, 300, Evolution, блядь, 10. И все, короче, все нормально. Все нормально. Блин, сейчас просто последний тест. Просто должен показать себя без стабилизации в мокрую погоду. Газ в пол на прямой. Это весьма сложно. Так, газ в пол уже не получится, поток. Идем на обгон. Справа. Ну, заебись, блядь, очень безопасно. Пиздец, блядь, просто безопасность, блядь, на уровне! Мне кажется, я уже дальше никуда, блядь, не устроюсь после такой работы. Как бы такое себе, если честно, водительской стороной в столб. Да, Санек, блядь. Можно как-то в безопасность? Все, это на самом деле я... Это мои переживания были. Вот на самом деле вот сейчас я выехал. И сделал еще хуже, блядь. Разъебал просто М-ку в щи, блядь. Ладно, на самом деле, друзья, это все были мои переживания в голове. Я просто это, ну, боялся. Теперь все, Иван Серафимович сидит рядом. Мне нужно показать. Я справляюсь с М-кой. Неважно, скользко, без стабилизации. Иду хорошо. 170, пацаны. Блядь. Заебись, пилот, блядь, М-серии, который просто тачки под стречку, блядь, кидает. А, заебись. А сейчас будет батон крошиться, блядь. А на, нахуй. Просто бедный чувак на красной тачке. Он, блядь, со всех сторон получил. Сейчас еще получит. Бах, блядь, правильно. Бах, нахуй, М-ка. Бах, блядь. Бах, бах, блядь. Бам. Пиздец. Просто расхуярил все на свете. Что за дичь? Блядь, бедный чувак вот этот. Посмотрите, где он оказался. Его просто со всех сторон тракнули. Такое, блядь. Еще сейчас, да, ему достанется? Нет, странно, что не... Блядь. Ой, пацаны, да. Видимо, не стать мне пилотом М-серии. Давайте последнюю попыточку мне дадим. Все, последняя реально попытка. Сейчас все получится. Итак, друзья, сейчас вот точно в зачет это идет. Поэтому мне нужно показать класс. Так, аккуратно. 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 Не важно, ДТП. Там не ДТП, а газ в пол. Без стабилизации. Захожу на мост. Что, пацаны, устроился до работы, как думаете? Разорвал пополам, блядь, тачку. Захожу на мост, блядь, зашел. Короче, моя задача просто зайти на мост. На хорошей скорости. После этого тест будет пройден. Ну, естественно, уцелеть. Для колесо. Ну, вот тут я уже не уцелел. Точно не уцелел. Низец как не уцелел. Так, ладно, не будем крошить. Дальше там. Все, последний раз, пацаны. Не могу остановиться в такие моменты. Все, если я сейчас прохожу этот тест. Тачка просто мясо разъебанное стоит. Ну, похуй, я на тесте. Так, ну-ка. Просто захожу. Главное показать, насколько я уверенно себя чувствую за рулем. Опасно. И теперь главное засейвить. Засейвить. Бля! Как нехуй! И теперь просто войти в этот поворот. Весьма красиво. Бля, просто лучше. Реально. Все, я пилот, блядь. М-серии. Киззывал никому еще не мешал никогда. Просто устроился на работу, так сказать. Просто устроился на работу, так сказать. Я починю. Все нормально. Все, друзья. Тест пройден успешно. Е-е-е-е. М-ки. Сейчас буду вбалить, тестировать. О-о-о-о. А-а-а, бля-а-а. Бля-а-а. Зато не подстречку. То есть, смотрите, да? Уцелел? Да, попал в ДТП. Да, неприятно. Но зато никого не зацепил. Так что, друзья. Какая вот серия получилась? Если вам нравится подобное, можем как-то с какой-нибудь другой еще машиной что-нибудь придумать. Я даже не знаю, что-то. Вот, в общем, если какие-то у вас есть идеи, что вы хотели видеть в бимке от меня, то можете предлагать в комментарии. Подписывайтесь на канал впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать... Ну, я все-таки пилот теперь, да? М-серии. У меня язык заплетается. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии, друзья. И, надеюсь, на ваш лайк. До новых встреч. Всем удачи. И всем пока-пока.